В этом видео мы с тобой сделаем вот такие слайды с карточками, будем анимировать с помощью анимации трансформация, так что открывай powerpoint, повторяй вместе со мной, по ходу видео еще расскажу про несколько очень крутых лайфхаков в powerpoint. Привет, я Миша, мы вместе с тобой учимся создавать креативные презентации, эту презентацию придумал не я, сразу скажу, подсмотрел, подсмотрел, да, подсмотрел у дизайнера Марии, если что, ссылку на источники, там на контакты все оставлю, там и другие презентации можно будет посмотреть, ссылки в описании. Сразу же с тобой начнем, нам для того, чтобы начать понадобится пустой слайд, пустая новая презентация, мы заходим на вкладку ставка, выбираем инструмент надпись, добавляем надпись, это у нас будет с тобой заголовок, так, пишу здесь заголовок слайда, выделяю весь текст, захожу на вкладку главное, делаю побольше размер, поставлю 40, шрифт, выбираю такой century school book, 40 размер, пока поставлю его в левый верхний угол, сейчас мы это дело все выровняем. Нам нужна линия, захожу на вкладку ставка, выбираю фигуры, выбираю инструмент, обычная прямая линия, зажимаю shift, чтобы она начертилась ровно, для того, чтобы поставить размер, тот, который я задумал, вот здесь на вкладке, когда она выделена, на вкладке формат, здесь прям можно прописать. Если хочешь повторять, чтобы все один в один было, можешь, в принципе, это все скопировать, да, 30,5 сантиметров она у меня будет. Цвет этой линии я поставлю, кстати, как и цвет текста, который я забыл сейчас сделать, цвет линии я поставлю вот такой темно-темно-серенький, но при этом в черный не будем уходить, и светлый тоже не нужно, чтобы контрастность была хорошая, чтобы все хорошо читалось. И тоже цвет текста выбираю вот такой темно-темно-серенький. Вот, теперь это дело нам нужно выровнять, во-первых, по верхней части слайда, выделяю линию, захожу в расположение, выбираю здесь выравнивание, выровнять по центру, у меня линия становится ровно в центр, чтобы слева и справа у меня отступы были одинаковые. Приближаюсь вот так вот к линии, нам нужно выровнять заголовок на одном уровне. Захожу на вкладку вид, нам помогут направляющие, просто беру этот заголовок и вставляю на один уровень с линией, и беру, просто выделяю все, и подтягиваю к выше, да, повыше, чтобы сверху у нас от края слайда был поменьше отступ. В общем, это дело все сейчас выравниваю. Еще пару деталей, которые сделают наш слайд лучше, я выделяю линию, захожу на вкладку формат фигуры, сделаю ее чуть-чуть потолще, толщину выберу полтора, и еще нам нужна дополнительная настройка, нажимаю правой кнопкой на линии, здесь захожу на кнопочку формат фигуры, здесь нахожу настройки линии, и тип завершения выбираю скругленное. Это сделает слайд немного таким более нежным, потому что линии, они будут здесь не прямым углом заканчиваться, а таким небольшим скруглением. Дальше мы с тобой добавим карточку, заходим на вкладку вставка фигуры, выбираем прямоугольник со скругленными углами, добавляем просто вот такой прямоугольник, настраиваем его по размеру, наверное, по размеру, тоже покажу размеры, какие у меня будут, 12, наверное, с половиной это будет высота, а по ширине где-то 9,5, вот такой прямоугольник вполне отличный, и у нас туда весь контент подойдет, влезет. И углы я скругляю поменьше, для того, чтобы они были, в общем, сильно так, очень сильно скруглены. Пока поставлю его в центр слайда, но это сейчас не важно. Будем сейчас работать со стилями. Нажимаю на фон правой кнопкой, выбираю здесь кнопочку формат фона, цвет у фона, я выбираю, заранее его подготовил, вот только один цвет, такой нежно-бежево-серый, можешь либо на видео скриншотик сделать, пипеткой забрать этот цвет, либо просто сам подобрать любой уже по стилю своей презентации. Саму префигуру, прямоугольник, да, карточку, я сделаю заливкой обычный белый цвет, а цвет линий я сделаю точно такой же, такой темно-серенький, как у меня и вот эти линии были. И то же самое ширину я выставляю полтора пункта, чтобы они были по ширине одинаковые все линии. Дальше мы воспользуемся уже готовыми нашими объектами. Я выделяю заголовок, зажимаю и держу клавишу shift, чтобы выделить несколько объектов на Windows, и, насколько помню, нужно зажать и держать control. Выделяю два объекта, нажимаю Command-D, либо Control-D на Windows, чтобы это все дело задублировать, и перетаскиваю всю композицию уже вот сюда. Что нам нужно сделать? В заголовок меняю на 0,1, а линию, вот нужно найти, где у нее там конец, убавить, да, вот где-то вот до сюда. Самое главное, чтобы вот тут и вот тут отступы были одинаковые. Как это еще проверить? Я могу выделить прямоугольник и линию, зайти на вкладку расположение, выравнивание, выровнять по центру, они встанут на одном уровне. Снова я включу направляющие, и вот, да, нужно обратить внимание, чтобы циферка, она была на одном уровне, так же, как и сама линия, вот так, хоп, все. Теперь у нас будет все очень красиво, и, главное, еще вот этот, да, прямоугольник, длинный колбасу, она нам не нужна, абсолютно, ее нужно убавить, чтобы потом в процессе выравнивания она нам не помешала, а то риски есть. Дальше мы снова заходим на вкладку вставка, выбираем надпись, вставляем надпись, это будет наш подзаголовок в две строки, может быть и в одну, но у меня будет в две строки. Захожу на вкладку главное, шрифт здесь будет уже другой, чтобы был слайд интереснее, я сейчас выбираю Montserrat, один из моих любимых таких, вполне без проигрышных шрифтов, выбираю Semibold, размер оставляю 18, только убавлю его, чтобы был он действительно в две строки, и выравниваю точно так же по этой направляющей. Отступ между подзаголовком и линией делаю точно такой же, как и от линии до цифры. Дальше снова мы с тобой заходим на вкладку вставка, снова выбираем надпись, добавляем надпись, здесь у нас будет наш основной текст. Я его скопирую из интернета, он у меня здесь написан, это рыботекст, не имеет никакого смысла, но нам для примера сейчас отлично подойдет. Вставляю просто с интернета, мы теперь как по презентации делаем, с интернета текст копируем, вставляем на слайды, выделяю весь текст, здесь я выбираю шрифт тот же самый Montserrat, выбираю только light такой тоненький, по размеру выставляю 16, чтобы у нас была градация сверху вниз по размерам. Выравниваю по левой границе и выравниваю таким образом, чтобы текст у меня не залазил дальше, а получается там, где вот эта горизонтальная линия заканчивается. Вот тут я уже направляющими все себе для удобства расчертил, ты тоже можешь сделать так же. Дальше нам нужно определить высоту, то есть у меня видно сразу то, что цифру мне нужно поднять выше, где-то вот так. Под заголовок поднимаю выше, надо было их вместе поднимать. И текст тоже, в общем, короче, все выравниваю. Вот так у меня получилось все выровнять, и вот сейчас не хватает иконки, да, вот тут вот пустой угол остался. Давай мы с тобой добавим иконки. Иконку я буду скачивать сегодня с сайта TIL, да, здесь очень большой сборник разных вообще абсолютно иконок. Я думаю, ты помнишь, что у меня есть онлайн-курс по презентациям PowerPoint, и, кстати, вот помимо видео, по которым ты там обучаешься, там есть еще и большие подборки, которые помогают тебе в этом, подборки с фотографиями, с иллюстрациями, с иконками, со шрифтами, для креатива. Поэтому, если ты хочешь научиться делать классные презентации, подключайся к курсу, ссылка на него будет в описании. А я вот уже скачал, да, заранее такой пакет один иконок. Для того, чтобы нам просто было с ним работать, я создам новый пустой слайд, и все иконки просто возьму и перетащу на слайд. Только вот здесь мне их нужно еще немного распределить, чтобы было удобнее их копировать. Для первой карточки мне очень понравилась вот эта иконка. Я ее просто копирую, Command-C, либо Ctrl-C на Windows, на этом слайде вставляю Command-V, либо Ctrl-V на Windows. Что нужно сделать? Иконку эту я хочу убавить в размере, для того, чтобы толщина линий, она была, ну, хотя бы приблизительно одинаковая, как мы сделали на фигурах. То есть, да, вот так мы можем подставить и подсмотреть, чтобы они были... Когда будут одинаковые, это будет прям выглядеть очень красиво. Вот, они у меня сейчас совпали. Дальше я снова по направляющим выровняю эту иконку, относительно правого края, чтобы они были на одном уровне с линией. Сверху отступ желательно выдержать точно такой же, как у нас и снизу, чтобы была у нас красивая симметрия. Ну, вот так у меня карточка готова. Но нам-то нужно больше карточек, одной нам не хватит. Мы сейчас волшебным образом будем их дублировать и распространять. Я выделяю все, без заголовка и без линии, да, то есть только саму карточку. Волшебной горячей клавишей Command, Options, G на Windows, Ctrl, G. Я ее группирую, увожу ее немного левее. Нажимаю снова горячую клавишу Command, D, либо Ctrl, D на Windows и перетаскиваю ее вправо. Нам нужно, к примеру, 8 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Беру и редактирую во всех карточках цифры. Дальше проваливаюсь внутрь карточек и редактирую подзаголовки. Дальше я проваливаюсь внутрь карточек и редактирую основной текст. Дальше мы проваливаемся в эти карточки и меняем иконки. Сейчас покажу тебе супер лайфхак, как очень быстро менять вообще любые изображения, не только иконки, в PowerPoint. Вот у нас вторая карточка, мы переходим к этому слайду. Мне понравилась вот эта вот нотка. Я ее выделяю, копирую, Command, C, либо Ctrl, C на Windows. Выделяю здесь на второй карточке, проваливаюсь внутрь второй карточки. Выделяю здесь иконку, нажимаю на ней правой кнопкой, выбираю здесь заменить рисунок из буфера обмена. Включаем направляющие, мы помним, да, то, что у нас здесь же все очень хорошо, все выровнено. И по направляющей, чтобы она нам помогала, выравниваю на одном уровне нотку с линией, потому что пропорции у каждой иконки, они разные. И все, супер быстро мы заменили иконки. Точно таким же принципом сейчас меняю иконки во всех остальных карточках. И вот таким простым способом все карточки у нас отредактированы. Перед тем, как настраивать анимацию, очень важно проверить еще раз написание текста во всех карточках, потому что потом, если мы после того, как мы анимацию настроим, и мы что-то отредактируем, анимация высокий риск, то что слетит. Поэтому сейчас нужно еще разок проверить. Дальше мы с тобой слайд с иконками удаляем. Этот слайд мы первый дублируем. У нас первый слайд будет запасной. На всякий случай, если вдруг мы что-то накосячим, риск тоже в этом есть, чтобы мы смогли вернуться и заново все не переделывать. На втором слайде, который мы задублировали, сейчас очень важно, очень внимательно, очень пошагово, смотри, что я делаю. Выделяю только карточки, это первое, даже не карточки, а именно сами группы, в которых у меня находятся карточки. Все у меня сейчас выделено. Беру и уменьшаю одну, зажимаю клавишу shift, во-первых, это важно, чтобы пропорции не изменились, чтобы все у меня не искажалось, не ушло, и уменьшаю карточки. Сейчас смотри, пока каша, но самое главное, пропорция карточек и иконок, она никак не деформировалась. Зайду на всякий случай на вкладку формат фигуры. Давай по высоте сделаю, во-первых, вот тут галочку поставлю, чтобы пропорции не искажались, по высоте поставлю 6, 6 сантиметров, чтобы у меня был размер карточки. Я просто делал уже, это оптимальный размер, ты можешь, конечно, под себя там подстроить побольше, поменьше. Дальше, пока вот у меня все это выглядит в каше, захожу на вкладку главное и нажимаю на а со стрелочкой вниз, для того, чтобы уменьшался у меня пошагово размер текста. И уменьшаю до того момента, пока у меня все это не встанет в такой похожий вид, чтобы ничего нигде не смещалось. То есть, вижу, да, проверить нужно. Первая карточка красива, вторая красива, третья красива, четвертая красива, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Все идеально у меня здесь сошлось. Дальше мы их набросаем в кучу и будем набрасывать и менять их по слоям. Первая карточка пошла вот сюда, можем покрутить ее немного. Вторая карточка пошла вот сюда, покрутили. И отправляем на задний план, чтобы они у нас были по очереди. Можно либо воспользоваться горячей клавишей, либо, если сложно, можно нажимать на группу правой кнопкой. И здесь у нас прямо есть кнопочка на задний план, на задний план. Слишком близко к центру их подносить не нужно, потому что они у нас залезут на основную карточку. Очень быстро, очень ловко мы их набрасываем вот таким образом в кучу и немного прокручиваем. Это у нас будет слайд номер один. Дальше я выделяю вот этот слайд, дублирую его. На слайде получается у меня порядок номер три, но в нашей большой презентации будет номер два. Я что делаю? Я беру, выделяю первую карточку, удаляю ее. Смело, вообще она нам не нужна. Почему? Потому что мы возвращаемся на вот этот первый слайд, который мы подготовили. Копируем группу, заходим на третий слайд, выставляем ее в расположение, выравнивание, выровнять по центру. Вот тут отступ тоже сразу посмотрели. Если что, чтобы тут свободно было. А в принципе-то и все. И мы можем уже посмотреть, попробовать, как это будет работать. Заходим на вкладочку переходы, выбираем здесь трансформация. Вау! Поменьше только по времени, длительность сделаем поменьше. Секунду, это важно, чтобы была динамика. Вау! Получилось ли у тебя? Сейчас, я думаю, самое время, чтобы поставить лайк на это видео, подписаться на канал, если у тебя получилось. Если не получилось, пиши в комментариях, разберемся. Я уверен, у тебя все классно получилось. Продолжаем дальше, это же еще не все, это только часть дела. Дальше мы берем, дублируем, снова выделяем третий слайд, его дублируем. Первую карточку удаляем, вторую карточку выделяем, удаляем. Возвращаемся на слайд номер 2. Первую карточку, маленькую, копируем. Возвращаемся на 4, вставляем, передвигаем ее в левую сторону. За вот это выравнивание не заходим. Покрутим ее здесь немного. Возвращаемся снова на первый слайд. Копируем, выделяем вторую карточку, копируем ее, вставляем здесь. Заходим на вкладочку формат, расположение, выравнивание, выровнять по центру. У нас, поскольку мы слайд задублировали, он уже с трансформацией, но нужно на всякий случай еще раз посмотреть, все ли у нас сработало. Вау! Продолжаем дальше. Еще один слайд покажу. Принцип одинаковый потом будет везде. Один слайд давай еще вместе, потом ускорю видео. Вторую карточку задублировал. Вторую карточку удаляю. Третью карточку маленькую удаляю. Возвращаюсь на несколько шагов, получается, через один назад. Вторую карточку маленькую копирую. На пятый слайд вставляю, перевожу ее в левую сторону, покручу. Захожу на первый слайд, выделяю карточку большую, третью. Вставляю ее на пятом слайде. Формат, расположение, выравнивание, выровнять по центру. Проверить. Обязательно проверять, потому что мы можем очень сильно потом все переделывать. Не очень хочется. Классно! И до конца теперь в точно таком же порядке. А закончить презентацию тоже будет одним интересным лайфхаком. Еще задублирую последний слайд. Уже после восьмого. Восьмую карточку большую удалю. Мелкую карточку тоже ее вот сюда перенесу на последний слайд. Выделяю все карточки. Захожу на вкладку, дополнительную настройку формат фигуры. Захожу здесь в настройки размера. Здесь, где поворот, выставляю просто ноль. Чтобы они все сразу повернулись и не мучиться с каждой поворачивать. Дальше мы их очень быстро и ловко выровняем на слайде. Ну вот и все! Что? Мы с тобой уже готовы их посмотреть. Готов ли ты посмотреть, что у нас получилось? Вот такие у нас слайды получились. Довольно динамичные, интересные, плавные. Отлично подойдут для публичного выступления. С тебя лайк, комментарий, подписка, если видео урок этот тебе понравился. Вот тут еще рядышком видео есть еще. Посмотри, рекомендую. Это другие уроки, которые помогут сделать тебе крутые презентации. Приходи на курс. И спасибо. Ты прям вообще молодец, что досмотрел до конца. Пока.